Талантливые футболисты из приютов. Дети, лишенные родительского внимания, часто оказываются на улице. Футбол помог спасти многих подростков. Самые перспективные стали воспитанниками Академии футбольного клуба «Шахтер». Помощь сиротам в приоритете благотворительной деятельности Рината Ахметова. Историю о воспитаннике интерната и его наставнике расскажет Татьяна Блинова. Сейчас бежите, разминаемся. Потом он дал мяч на двоих. Юрий Авакян – учитель физкультуры в единственной уцелевшей школе Марьинки. До войны работал в интернате, учил детей играть в футбол. После обстрелов города сирот эвакуировали в Мариуполь. Своих воспитанников тренер не видел уже полтора года. Немножко подросли. Витя, у нее красавица. Среди ребят были талантливые. Такие, как 12-летний Витя Аверин. Хотел его в «Шахтер», чтобы его взяли, этого мальчика. Вплоть до того, что собирался даже усыновить его, чтобы возить его на тренировки. Почему? Потому что детей просто так с интерната не отпускают на тренировки в Донецк. И вплоть до того, что усыновление. Но так как у меня года большие, мне это нельзя делать. В Мариуполе перспективный мальчик продолжает тренироваться. Все свободное время, как и в Марьинском приюте, он проводит в спортзале. Например, мы сегодня забивали стеночкой. Но когда возле ворот, я даю пас игроку, он мне обратно. Я даю пас игроку, он мне обратно. Я бегу в одно касание. Это я взял у «Шахтера». В спортзале Марьинского интерната Юрий Сергеевич на протяжении многих лет тренировал сирот. Больше года здесь не был. Не решается войти. Когда он увидел, что осталось от спортзала после многочисленных обстрелов, у наставника сжалось сердце. Это дом мой родной фактически. Потому что всю жизнь моя, большую часть прошла в этом интернате. Довольно очень. Очень красивый зал, чистый, уютненький. Да. Жуть, 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 жуть. Тут Юрий Сергеевич воспитал много хороших футболистов. С одним из них, нынешним тренером Академии футбольного клуба «Шахтер», Оскаром Ратутутрой, у наставника особая связь. Алло. Да, 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 Оскар, это я. Я вот здесь в школе сейчас нахожусь. Страшно, страшно, что-то творится, Оскар. Страшно, страшно, жутко, жутко. В Мариинский приют Оскар попал в девятилетнем возрасте. С тех пор тренера считает отцом. Очень много он в меня вложил, Юрия Сергеевича, в океан. Собственно, благодаря ему я добился того, что у меня сейчас здесь есть. В 14 лет Оскар попал в Академию «Шахтера». Туда принимали самых талантливых ребят со всей страны. По инициативе Рината Леонидовича Ахметова была создана Академия в 1999 году. С того времени я играл, сейчас работаю в структуре футбольного клуба. Теперь сам Оскар помогает другим стать настоящими футболистами. Для этих ребят, его подопечных, он лучший друг. Наш тренер, для меня он сейчас самый лучший, потому что он нас и привел к чемпионству, и становится для нас не только тренером, а, можно сказать, вторым отцом. До войны Оскар часто навещал мариинский интернат и поддерживал сирот. Желая им обрести семью и добиться в жизни успехов. Бывший воспитанник интерната и его первый тренер уверены, еще поиграют и в этом зале. Уверен, что вернусь. Татьяна Блинова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырёв, Евгений Якунин. События. Канал Украина. Жемчужина Донбасса. Лучший стадион Евро-2012. Донбасс-арена стала ареной милосердия после начала боевых действий. Сейчас стадион – самый крупный логистический центр по оказанию гуманитарной помощи сотням тысяч мирных жителей. 78 тысяч тонн продуктов доставил гуманитарный рейс Рината Ахметова на Донбасс-арену. Из них волонтеры формируют наборы выживания. Чем живет стадион сегодня? И какие надежды у футболистов и болельщиков? Не пропустите завтра эксклюзивный репортаж в программе «События недели» в 19.00. Я уже живу, я через себя пропускаю. Для меня это так же и больно, и тяжело, когда каждую судьбу послушаешь, как всегда по камере. Слезы появляются, потому что невозможно смириться с тем, что происходит. Чем дольше ты проживаешь вне дома, вне города, вне арены, тем оно тяжелее. Фактёр навсегда будет в моем сердце. Донец, Донбасс, Белич, Фактёра, президент клуб, очень много мне дали в моей семье.